Эрл Стэнли Гарднер Дело о коте-привратника Часть четвертая Через несколько минут кто-то тихо постучал. Перри Мэйсон открыл, вошел Пол Дрейк и улыбнулся. Мэйсон тщательно закрыл дверь, предложил сыщику сигарету, сам взял вторую и спросил. Есть новости, Пол? Масса? Что произошло, когда я ушел? Масса событий. Они спрашивали Шастера, но он так и не признался, кто ему настучал, что тело их сгумировали. Ну, я позвонил Шастеровой секретарше, сказал, что меня обвиняют в убийстве и что мне немедленно нужен Шастер. И что же ты от нее узнал? Она ждала, что Шастер позвонит в любую минуту. Сказала, что его кто-то срочно вызвал за час до моего звонка. Она точно не знает, по какому делу он уехал, но кажется, это убийство. Значит, не по поводу того, что вырыли тело. Очевидно, нет. Но он об этом знал, когда приехал к дому. Точно знал, согласился Дрейк. Держа большие пальцы под мышками жилета, Мэйсон молча побарабанил по груди кончиками остальных пальцев и сказал. То есть, Пол, ты хочешь сказать, что после того, как Шастер ответил на таинственный телефонный звонок, он вышел и встретился с кем-то? С кем-то? Кто захотел, чтобы он помчался в дом Лекстера? Почему бы и нет, сказал Дрейк. Случались вещи и более странные. Не появился же он из-за того, что хотел сообщить своим клиентам об эксгумации тела. Вероятно, нет, задумчиво сказал Мэйсон. Шастер хитер, предостерег Дрейк. Не надо его недооценивать. Не буду, пообещал Мэйсон. Что ты еще узнал, Пол? Многое. Стреляй. Ты знал, что Фрэнк Коуфли и Эдит Дево были женаты? Перри Мэйсон замер на месте. Взгляд его стал очень внимательным. Четыре дня назад, продолжал Дрейк, они подали заявление на брачную лицензию. Они получили эту лицензию сегодня. Один из моих парней это усек. Мы ведем статистику браков, рождений, смертей и разводов по алфавиту. Когда начинаем какое-то расследование, проверяем весь список. Сегодня ты хорошо поработал, Пол. Как же они избежали огласки? Дали фальшивые адреса. Коуфли снял на несколько дней квартиру в доме для холостяков и дал этот адрес для брачной лицензии. Ты уверен, что это он? Да. Один из моих людей проверил по фотографии. А откуда ты знаешь, что они женаты? Абсолютной уверенности нет, но думаю, что это произошло сегодня ночью. Что заставляет тебя так думать? Оуфли звонил священнику и договорился о встрече. Это сообщила экономка. Мне, не полиции. Оуфли в этом уже признался? Нет. Он сказал, что пошел встретиться с другом, и Бергер ему поверил. Ты узнал имя священника? Милтон. Я нашел его номер телефона. Можно узнать адрес в телефонной книге. Мэйсон задумался и снова зашагал по комнате. Неудобство Шастера, Пол заявил он, в том, что он всегда хочет помочь полиции найти виновных. Если оставить Шастера в покое, виновными никогда не окажутся клиенты Шастера. На этот раз у обоих клиентов Шастера алиби, сказал Дрейк. Ты о чем? Сэма Лекстера весь вечер не было дома. Он явился после того, как приехала полиция. Фрэнка Оуфли не было до 11. Эштон был убит примерно в 10.30. Как определили время? При вскрытии исследовали содержимое желудка. Известно, в какое время он обедал, а врачи знают, с какой скоростью происходит пищеварение. Мэйсон потянулся за шляпой. Поехали, Пол. Куда это? Так, кое-куда. Дрейк натянул шляпу пониже на лоб и бросил в пепельницу наполовину выкуренную сигарету. На лифте они спустились вниз. У твоих дел одна особенность, заметил Дрейк. Никогда нельзя выспаться. Твоя машина здесь, Пол? Мэйсон направился к тротуару. Мы поедем на Мелроу-савеню 3961. Моя машина в гараже. Сыщик задумчиво повторил адрес и вспомнил. Там же живет Дуглас Кин. Верно. Полиция его допрашивала? Нет. Они как раз выясняли имена и адреса, а я на всякий случай записал. Он ведь друг у Инни. Еще... Еще один был по имени. И сейчас... Он порылся в блокноте и сказал. Гарри Иммен. Точно, сказал Мэйсон. Поехали. На твоей машине. Окей, согласился детектив. Уж я-то себе машину подобрал. Не привлекает внимания, никак не выделяется. Понятно, улыбнулся Мэйсон. Таких в штате миллион. Сто тысяч из них новые, двести тысяч почти новые. А это... Одна из семиста тысяч закончил детектив, открывая дверцу потрепанного неприметного автомобиля. Полиция скоро заинтересуется этим парнем, спросил Дрейк, берясь за руль. У нас еще есть шанс, которым мы должны воспользоваться. В таком случае, объявил детектив, поставим машину за квартал или два и пойдем пешком. Мэйсон задумчиво кивнул. И надо, чтобы нам не помешали обыскать квартиру. Мы что, замок будем взламывать? Дрейк искосо посмотрел на него. Постараемся ничего не испортить, ответил Мэйсон. Значит, хочешь, чтобы я взял отмычку? Ну, что-нибудь в этом роде. У меня есть в машине такая штучка. Но где мы окажемся, если полиция нас накроет? Это жилье Дугласа Кина, сказал Мэйсон. А он мой клиент, хотя и не знает этого. Я собираюсь войти к нему с целью защиты его интересов. Кража со взломом, как ты знаешь, состоит в незаконном вторжении в квартиру с преступными целями. Это слишком тонкие различия для меня. Предоставляю тебе заботиться о том, чтобы мы не попали в тюрьму. Ладно, поехали. Машина Дрейка была действительно неприметна ни по цвету, ни по модели. Когда она тронулась, Мэйсон вздохнул. Кин фигурирует как подозреваемый, спросил Дрейк. Вот мы и едем, чтобы всех обскакать, сказал Мэйсон. То есть он появится на сцене позже? Мэйсон не ответил. И Дрейк с усмешкой добавил. Кажется, я понял, чем меньше я знаю, тем для меня лучше. И сосредоточился на машине. Минут через пятнадцать он притормозил, внимательно оглядел улицу, погасил фары. Два квартала пройдем, напомнил он. Этого достаточно, чтобы машина не фигурировала в деле. При настоящей краже со взломом, ты бы ее за милю оставил. И с включенным мотором энергично кивнул Дрейк. Вы, адвокаты, слишком часто играете с законом. Мне это не подходит. А я не адвокат, ухмыльнулся Мэйсон. Так, немного. Я авантюрист. Они быстро зашагали рядом, не говоря ни слова. Следя беспокойными глазами, не появится ли машина полицейского патруля. Завернули за угол и прошли еще немного. Дрейк тронул адвоката за рукав. Вот здесь. Входную дверь открыть легко, небрежно, сказал Мэйсон. Это нам ничего не стоит, оптимистически согласился Дрейк. Чем угодно откроем. Никого не видно? Прекрасно. Подержи свое пальто так, чтобы закрыть свет фонарика. Дрейк направил луч фонаря на дверь, достал из кармана ключи. Через минуту замок щелкнул, оба вошли в дом. В какой этаж, спросил Дрейк? Третий. Квартира 308. Тихо поднялись по лестнице. В коридоре третьего этажа Дрейк окинул двери профессиональным взглядом. «Замки пружинные», – заметил он. Он нашел 308-й номер, остановился и шепнул. «А что, если постучать?» Мэйсон отрицательно покачал головой. «Можно ускорить дело, отодвинув задвижку», – шепнул Дрейк. «Тогда ускоряй», – лаконично ответил Мэйсон. Что-то лязгнуло между дверью и косяком. Дрейк достал инструмент, напоминающий узкий длинный нож. «Держи фонарик, Перри». Мэйсон взял фонарь. Дрейк просовывал инструмент в щель, когда Мэйсон вдруг схватил его за руку и спросил шепотом. «Что это?» Дрейк увидел странные отметины на дереве под пальцами Мэйсона. «Нас опередили», – сказал он. «Они, наверное, здесь». Оба осмотрели то место, где дерево недавно было ободрано стальным инструментом. «Скверная работа», – заметил Дрейк. «Продолжай-ка», – скомандовал Мэйсон. «Ну что ж, ты командир», – согласился Дрейк. Он просунул инструмент в щель, подвигал. Замок щелкнул. Они вошли в комнату. «Свет?» – спросил Дрейк. Мэйсон кивнул и повернул выключатель. «Прекрасное место», – сказал он, – чтобы оставить отпечатки. «Это ты мне говоришь?» Дрейк взглянул на него с тем особым выражением, при котором во взгляде концентрируется весь юмор. Мэйсон осмотрел комнату и заметил. «В кровати не спали». «Постель перевернута», – удивился Дрейк. «И подушки разбросаны». «Все равно в ней не спали». «Трудно изобразить морщинки, которые появляются на простыне от лежащего тела». Дрейк осмотрел кровать и согласился. Это была типичная холостяцкая квартира. Пепельница, утыканная сигаретными окурками, бутылки из-под виски, грязный стакан, грязные воротнички. На бюро валялся галстук. Еще несколько галстуков висели на подставке для зеркала. Через полуоткрытую дверцу в стенном шкафу виднелось несколько костюмов. Некоторые ящики комода были открыты. Мэйсон порылся в них. «Чемодан собирали в спешке», – заметил он. Он извлек из ящиков носовые платки, носки, рубашки, нижнее белье. «Осмотрим ванную, Пол». «Что ты ищешь?» – спросил Дрейк. «Не знаю, просто смотрю». Он открыл дверь в ванную и отпрянул. Дрейк, глядя через его плечо, присвистнул и сказал. «Если это твой клиент, лучше признай его виновным». Кто-то, работавший в дикой панике, пытался, очевидно, уничтожить в ванной следы крови, но это плохо удалось. Раковина была покрыта красными пятнами. В ванну пускали сильную струю воды, и лужа еще не высохла. Она была специфического красновато-коричневого цвета. На проволоке, на которой держалась занавеска для душа, висели выстиранные брюки. Пару ботинок, очевидно, мыли с мылом, но этого оказалось недостаточно. На коже остались пятна. «Теперь стенной шкаф», – сказал Мэйсон. Они вернулись к шкафу. Фонарик Дрейка осветил темные углы, обнаружил кипу грязного белья. Дрейк снял белье с самого верха, луч высветил кровавые пятна. «Вот оно», – сказал он. Мэйсон снова закинул белье в угол и резюмировал. «Хорошо, Пол, мы закончили». «Пожалуй», – согласился сыщик. «Какое определение подойдет к нашим действиям?» «А это», – сказал Мэйсон, – «зависит от того, буду ли давать определение я или окружной прокурор. Пошли отсюда». Они выключили свет, вышли из квартиры и тщательно захлопнули за собой дверь. «Пощупаем священника», – предложил Мэйсон. «Да он же нам не откроет», – сказал Дрейк. «Не впустит даже вопросы задать. Скорее всего, он вызовет полицию». «Используем Деллу. Пусть думает, что это тайное венчание». Дрейк привез адвоката в ресторан, откуда они позвонили Делли. Мэйсону ответил заспанный голос. «У меня входит в привычку будить тебя, Делла», – сказал он. «Ты бы не хотела тайно бежать с возлюбленным?» Он услышал ее быстрое, прерывистое дыхание. «То есть», – пояснил Мэйсон, – «надо, чтобы некая особа поверила, что ты собираешься бежать с возлюбленным». «А-а-а-а», – сказала она без всякого выражения. «Так, да?» «Это скетч такой», – сказал ей Мэйсон. «Надень что-нибудь, пока мы доедем. Это будет новое для тебя ощущение. Поедешь в машине, которая будет подпрыгивать на ухабах. Так что не трудись принимать душ. Сон с тебя и так соскочит». Мэйсон повесил трубку, а Дрейк протяжно зевнул и сказал. «Первая ночь тяжелее всего. Потом я привыкаю обходиться без сна. Когда-нибудь, Перри, нас поймают и отправят в тюрьму». «Какого черта ты не сидишь у себя в конторе и не ждешь, как другие адвокаты, чтобы дела сами к тебе приходили?» «По той же причине, по какой собака идет только по свежему следу», – ответил Мэйсон. «Я тоже люблю действовать по горячим следам». «Да уж горячее», – согласился сыщик. «Когда-нибудь мы здорово обожжемся». Глава одиннадцатая Перри Мэйсон надавил пальцем на звонок. Делла Стрит слегка толкнула Пола Дрейка и сказала. «Скажи что-нибудь и улыбнись. Для любовного побега у тебя слишком серьезный вид. Неплохо бы тебе взять в руки пистолет. Встань ко мне поближе, шеф. Он, наверное, зажжет свет и выглянет». Пол Дрейк мрачно заметил. «Зачем же смеяться над браком? Брак – дело серьезное». «Мне бы надо знать», – простонала Делла Стрит, «каково это – разыграть тайный брак с парой убежденных холостяков». «Шеф, ты так боишься, как бы рыбка не стащила твою приманку, что даже не решаешься приблизить удочку к воде». Мэйсон шагнул поближе к девушке и обнял ее. «Беда в том, что у меня даже удочки нет», – сказал он. В прихожей зажегся свет. Делла легнула пола Дрейка и приказала. «Ну, смеетесь же!» Дрожащий свет упал на трио, и Делла разразилась легким смехом. Детектив скорчил страдальческую гримассу, потер ушибленное Деллой место и без всякого веселья произнес. «Ха-ха!» Дверь приоткрылась на два или три дюйма. Ее придерживала цепочка. Мужчина пристально с опаской посмотрел на них. «Преподобный Милтон?» спросил Мэйсон. «Да. Мы хотели поговорить. Это насчет брака». Глаза мужчины выразили крайнее неодобрение. «Сейчас не время для браков», – сказал он. Мэйсон вытащил из кармана бумажник, достал из него пятидесятидолларовую бумажку, потом вторую, потом третью и четвертую. «Извините, что мы вас разбудили». Милтон снял цепочку, открыл дверь и пригласил. «Входите. У вас есть лицензия?» Мэйсон отступил в сторону, пропуская Деллу. Потом они протиснулись в дверь вместе с Дрейком. Дрейк захлопнул дверь ногой. Мэйсон загородил дверь от мужчины, который был в пижаме, халате и домашних туфлях. «Сегодня вечером вам звонил человек по имени Оуфли. Причем же тут ваш брак?» – удивился Милтон. «Мы пришли к вам насчет этого брака», – сказал Мэйсон. «Сожалею. Вы ворвались сюда обманом. Я не желаю отвечать на вопросы насчет мистера Оуфли». Пэрри Мэйсон воинственно нахмурился и спросил. «Как это ворвались обманом?» «Вы же сказали, что хотите пожениться!» «Не говорил я этого», – возразил Мэйсон. «Мы сказали, что хотим видеть вас насчет брака, то есть брака Оуфли и Эдит Дево». «Вы этого не говорили. Зато теперь говорю». «Сожалею, джентльмены, но мне нечего сказать». Мэйсон со значением посмотрел на пола Дрейка, кивнул в сторону телефона, который висел на стене, и сказал. «Ладно, Дрейк, позвони в полицию». Дрейк шагнул к телефону. Милтон сделал гримасу, облизнул губы кончиком языка и спросил. «В полицию?» «Конечно», – подтвердил Мэйсон. «Кто вы такие?» «Этот человек детектив», – Мэйсон кивнул в сторону Дрейка. «Послушайте», – нервно сказал Милтон. «Я не хочу иметь неприятности». «Я и не думаю, что хотите. Постой, Пол. Не звони в полицию. Возможно, этот человек невиновен». «Невиновен?» – вспыхнул Милтон. «Конечно, я невиновен. Я выполнил обряд венчания, вот и все». Лицо Мэйсона выразило крайнее недоверие. «И вы не знали, что у этой женщины жив муж?» – спросил он. «Конечно, не знал. Неужели вы думаете, что я обвенчал бы ее, зная, что она состоит в браке?» Делла Стрид шагнула вперед, взяла его под руку и сказала умиротворяюще. «Все в порядке, не расстраивайтесь. Шеф совсем не это хотел сказать». «Шеф?» – не понял Милтон. «Ах, простите, я не должна была так говорить». «Так кто же вы и что вам надо?» – спросил Милтон. «Сначала отвечу на второй вопрос. Нам надо точно знать, в какое время вы обвенчали Эдит Дево и Фрэнка Оуфли». «Они очень хотели, чтобы все осталось в секрете». Теперь Милтон заговорил охотно. «Но я не знал, что она замужем. Мне позвонили примерно в девять и попросили приехать по определенному адресу. Тот, кто мне звонил, сказал, что это дело величайшей важности, но не сообщил, какое именно дело. Однако пообещал, что меня хорошо вознаградят. Я поехал и нашел там мистера Оуфли, с которым встречался прежде, и молодую женщину, которую мне представили как мисс Дево. У них была законно оформленная брачная лицензия, и я как священник совершил обряд. Свидетели были? У соседей было какое-то сборище. Возможно, они играли в карты. Мистер Оуфли зашел к ним и попросил быть свидетелями. В какое время был выполнен обряд? Около девяти. Когда вы оттуда уехали? Через двадцать минут. Там было такое веселье. Эти люди были так милые, так сердечные. Невозможно было уехать сразу. Вам хорошо заплатили? Спросил Пэрри Мэйсон. Да, очень, очень хорошо. Вы давно знаете Фрэнка Оуфли? Он несколько раз заходил в мою церковь. Он вас познакомил с той молодой женщиной? Да. И квартира была на ее имя. Мисс Эдит Дево. Они вам сказали, почему держат свой брак в секрете? Нет. Я так понял, что кто-то из родных возражает. Молодая женщина, кажется, работает сиделкой, а мистер Оуфли из богатой семьи. Я не обратил на это особого внимания. Я выполнил обряд венчания и... Поцеловали невесту, со смехом перебил Мэйсон. Преподобный Милтон не увидел здесь юмора. Он серьезно сказал. Вообще-то нет. Невеста сама меня поцеловала, когда я уходил. Мэйсон сделал знак Полу Дрейку и взялся за дверную ручку. Это все, сказал он. Я только проверял. Браки, которые совершаются при таких странных обстоятельствах, всегда вызывают подозрения. Трио поспешно вышло в ночь, оставив Милтона беспомощно моргать им вслед. Потом они услышали, как он захлопнул дверь, звякнула цепочка, стукнул тяжелый болт. Я адвокат, заметил Мэйсон. Но редко забочусь о том, чтобы запереть собственную дверь. Этот тип вроде бы должен верить в людей. Она громождает столько баррикад и запоров против грабителей. Да, сказал Адела Стрит с нервным смешком. Зато тебя невесты не провожают до двери, чтобы поцеловать. Мэйсон хмыкнул, а Пол Дрейк спросил. Теперь куда? Если мы выдержим еще одно путешествие в твоей машине, поедем навестить у Инни. Ты знаешь, где ее можно найти ночью? Спросил Дрейк. Конечно. Она живет в задней половине своей закусочной. Мы ей позвоним и скажем, что едем. То есть я скажу, что еду. А вас я представлю потом. Тебе не приходило в голову, неспеша спросил Дрейк, что обряд венчания происходил как раз в то время, когда Эштона убивали в его комнате, чтобы дать Оуфли и Дево железное алиби. Мне пришло в голову столько, сказал Мэйсон, что я не собираюсь все это сейчас обсуждать. Поехали. Они втиснулись в автомобиль Дрейка. По пути Мэйсон остановил машину, чтобы позвонить у Инфред. Потом, когда добрались до заведения у Инни, он сделал им знак молчать, поставил их в тени возле входной двери и постучал. Через минуту над дверью зажегся свет, и гибкая фигурка у Инфред, утопая в шелковом пеньюаре, скользнула ему навстречу. «Что случилось?» – спросила девушка, отодвигая засов. «Вы знакомы с Полом Дрейком?» – сказал Мэйсон. «Он был со мной, когда я пришел сюда впервые. А это Делла Стрит, моя секретарша». Уинфред разочарованно воскликнула. «Но я не думала, что будут посторонние. Я не хочу, чтобы кому-нибудь стало известно». «Все в порядке», – уверил ее Мэйсон. «Никто ничего и не узнает. Мы хотим с вами поговорить». Уинфред провела их по коридору в спальню, которая имела тот же вид, только теперь постель была смята. «Где Дуглас Кинн?» – спросил Мэйсон. «Я все о нем сказала!» – она нахмурилась. «Не хочу, чтобы вы думали, будто я нарушаю ваши тайны», – сказал Мэйсон. «Но этим людям необходимо знать, что происходит, потому что они помогают мне. Пол Дрейк – детектив, который работает на меня. А Делла Стрит – моя личная секретарша. Она знает все. Им вы можете доверять. Я хочу знать, где Дуглас Кинн». Она быстро заморгала, будто собираясь заплакать, но твердо посмотрела на них. «Не знаю, где он. Мне известно одно. Он прислал мне записку, что уезжает туда, где его никто не найдет. Позвольте взглянуть на эту записку». Она достала из-под подушки конверт, на котором было написано ее имя. Больше не было ничего. Ни адреса, ни марки. Вытащила из конверта сложенную бумажку, поколебавшись отдала ее Мэйсону. Стоя посередине комнаты с непроницаемым видом, расставив ноги и расправив плечи, Мэйсон прочел записку. Потом сказал. Я прочту вслух. «Дорогая, против меня обстоятельства, с которыми я ничего не могу сделать. Я потерял голову и допустил ошибку. У меня не будет возможности исправить ее. Пожалуйста, верь, что я не виноват ни в каком преступлении. Но тебе понадобится сильная вера, чтобы сохранить ее перед лицом доказательств, которые тебе предъявят. Ухожу из твоей жизни навсегда. Полиция никогда меня не выследит. Не так я прост, чтобы угодить в их ловушки. Я улечу на самолете. Никто меня не найдет. Колдсдорфские бриллианты спрятаны в костыле Уэштона. Напиши полиции анонимное письмо, пусть они найдут костыль. Я всегда буду любить тебя, но не хочу тебя втягивать. Попробуй заставить Уэштона говорить. Он может рассказать очень многое. Любящий тебя Дуглас. Вы не показывали мне этого письма, когда я у вас был раньше. Но у меня его еще не было. Когда вы его получили? Его подсунули под дверь. После того, как я ушел? Да, наверное. А может быть, вы его просто не заметили, когда уходили? Вы говорили, Дуглас вам звонил. Да. По телефону он не говорил о бриллиантах? Нет. Откуда он узнал, где бриллианты? Не знаю. Я знаю только то, что в записке. Вы его любите? Да. Помолвлены с ним? Мы собирались пожениться. Вы не называли его Дугласом. Вы о чем? У вас было для него особое имя. Она опустила глаза и покраснела. Даже тогда, продолжал Мэйсон, когда вы не называли его тем особым именем, вы не звали его Дугласом. Вы звали его Дугом. Какая разница? Вскликнула она. Такая, сказал Мэйсон. Если бы он написал это вам, он подписался бы Дуг или особым именем. Он сильнее выразил бы так свою любовь. Эта записка не была адресована вам. Она предназначена для посторонних. Она написана для того, чтобы показывать ее другим. Глаза ее расширились. Губы плотно сжались. Записка блеф. Дуглас вам позвонил и сказал, что он в западне. Он бы не уехал, не повидав вас. Он пришел попрощаться. Вы уговаривали его остаться. Вы сказали, что наняли меня, и я все выясню. Вы просили его остаться, но он отказался. Вы просили его, по крайней мере, быть там, где вы сможете связаться с ним, до тех пор, пока я не закончу расследование. Так что Дуглас, безжалостно продолжал Мэйсон, согласился остаться где-то поблизости, пока полиции не станут известны факты, и пока я не попробую объяснить эти факты в его пользу. Но вы хотели сбить полицию со следа. Поэтому Дуглас Кин оставил эту записку, чтобы вы могли показать ее мне, а после газетным репортерам. — Говорите же! — Мэйсон направил на нее указательный палец. — Не лгите своему адвокату! — Черт возьми! Как же я смогу вам помочь, когда вы скрываете от меня факты? — Нет, — сказала она. — Это неправда! Это... — Ой! Она бросилась на кровать и расплакалась. Мэйсон распахнул дверцу стенного шкафа, потом заглянул в душ, потом задумчиво нахмурился и потряс головой. — Слишком она умна, чтобы спрятать его там, куда может заглянуть полиция. — Пол, взгляни-ка на складе! Мэйсон шагнул к постели, поднял покрывало и сообщил. — Одеяло только одно. Она отдала ему остальные. Делла Стрит подошла к Уинфред, обняла ее за плечи и ласково сказала. — Милая, неужели вы не понимаете, что он хочет вам помочь? Он груб только потому, что время поджимает. Ведь ему нужны факты, чтобы составить план действий. Уинфред рыдала, положив голову на плечо Деллы Стрит. — Неужели вы нам не скажете? — спросила Делла. Уинфред покачала головой. Мэйсон вышел в коридор, прошел между стойкой и залом, внимательно осматриваясь. Затем шагнул за стойку и начал заглядывать во все углы и даже под прилавок. Пол Дрейк обследовал боковой коридор. Вдруг он резко присвистнул. — Вот оно, Перри! Уинфред вскрикнула, вскочила и помчалась по коридору. Мэйсон кинулся следом. Делла Стрит шла не спеша, замыкая шествие. Дверь была открыта. За ней валялись сломанные ящики, старые бочки, банки с краской, запасы продуктов, сломанные стулья и всякая всячина, нужная для изготовления вафель. Один из углов был расчищен и замаскирован старыми чемоданами и стульями. Два одеяла были расстелены на полу. Мешок из-под муки, набитый бумагами, служил подушкой. К одеялу булавкой был прикол от лист бумаги. Фонарик Пола Дрейка ярким лучом осветил этот лист. «Записка», — заметил Дрейк. «Прикол это к одеялу!» Уинфред потянулась за запиской, правая рука Перри Мэйсона поспешно отстранила ее. «Минутку», — сказал он. «Вы слишком вольно обращаетесь с истиной. Ушету первый прочту я». Записка была написана такими каракулями, как будто ее нацарапали в темноте. Она гласила. «Я не могу, милая Уинфред. Может быть, они бы меня и не нашли. Но если б я попался, у тебя были бы неприятности. Я не могу прятаться за тобой, будто за щитом. Может быть, если все обойдется, я и появлюсь. Но я знаю, что за тобой будут следить и проверять твою почту. Так что теперь ты некоторое время обо мне не услышишь. Целую тебя бесчетно, любимая. «Навсегда твой дуг». Мэйсон прочел записку вслух, сложил ее и сказал Делли. «Займись ею. Она сейчас в обморок упадет». Уинфред действительно почти упала в добрые руки Делли Стрит, но тут же выпрямилась. Глаза ее вспыхнули. «Не надо было мне оставлять его одного. Надо было догадаться, что он так поступит». Перри Мэйсон направился к двери, отпихнув ящик. Прошел по коридору в спальню у Инфред, снял телефонную трубку и набрал номер. «Мне нужен окружной прокурор», — сказал он. «Говорит Перри Мэйсон. Мне нужно его видеть по неотложному делу». «Где его найти?» В ответ в трубке раздался шум и треск. Мэйсон, недовольно крякнув, повесил трубку. Набрал другой номер. «Полицейский участок? Нет ли поблизости сержанта Голкомба?» «Алло, сержант Голкомб? Это Перри Мэйсон. Да, я знаю, что поздно. Нет, спать мне еще не пора. Если вы хотите пошутить, так уж и быть. Но если вы это всерьез, к черту. Я позвонил, чтобы сообщить вам. Я персонально гарантирую, что Дуглас Кинс дастся полиции сегодня до пяти дня. Нет, не в управлении. Это заставило бы вас объявить, что он скрывается от закона, и вы бы перехватили его. Я вам позвоню. Найду откуда. Вы приедете туда и возьмете его. Не пытайтесь выведать информацию из газет. Я им намерен сообщить. Да, он будет в моей власти в пять часов. Нет, нет, закричала Уинфред, кидаясь к телефону. Вы не можете. Перри Мэйсон оттолкнул ее. В пять часов, сказал он и повесил трубку. Делла Стрит схватила девушку за одну руку, Пол Дрейк за другую. Она боролась с ними, в глазах ее сверкал страх. Вы не можете этого сделать, кричала она. Вы не должны. Я сказал, что сделаю, сурово возразил Мэйсон. И если я сказал, то сделаю, будь я проклят. Вы нас предаете. Никого я не предаю. Вы хотели, чтоб я его защищал? Хорошо. Я готов его защищать. Мальчик сам себя дурачит. Он еще ребенок. Он поддался панике и бежал. Кто-то сбил его с толку. Я собираюсь только вернуть его на правильный путь. Он прочтет газеты. Узнает, что я его защищаю. Что гарантирую его явку в полицию сегодня в пять. Он поймет, что я действую с вами заодно. Он сдастся. Шеф, взмолилась Делли Стрит. А если он не выйдет на тебя? Если прочтет и останется в своем убежище? Мэйсон пожал плечами. Пойдем, сказал он Дрейку. Пойдем лучше в офис. Репортеры уже заготовили свои вопросы. Он повернулся к Делли Стрит. «Останься здесь, пока девушка не успокоится. Не допускай, чтобы она впала в истерику. Как только можно будет ее оставить, приезжай в контору». Делли Стрит щелкнула каблуками и насмешливо отсалютовала. «Есть, шеф», сказала она. Повернулась Куинфред. «Пойдемте, поспим. Отдохнем?» «Отдохнула я уже». Уинфред боролась с рыданиями. «Занимайтесь своими делами! К черту! Отправляйтесь в свою контору!» Глава двенадцатая. Электрический свет слабо мерцал в конторе Перри Мэйсона. Утренний ветерок являл собой разительный контраст с пертому воздуху конторы. До восхода солнца оставалось полчаса. Перри Мэйсон уселся на вращающийся стул, положил ноги на стол и закурил. «Когда придут репортеры Делла, пусть собираются в приемные и ждут. Потом проведешь ко мне всех сразу». Она кивнула. Пол Дрейк вошел и уселся на край стола Мэйсона. «Обменяемся информацией», – предложил он. «Это о чем?» Глаза Мэйсона не выразили ничего. «Мои люди сообщили, что убита Эдит Дево. Ее ударили по голове дубинкой. Это был отпиленный кусок костыля. Я, конечно, понял, что у тебя что-то на уме, когда мы поехали на квартиру к Дугласу Кину. Когда я увидел окровавленное белье, я понял, что это не после убийства Эштона». «Но в то время...» Мэйсон продолжал курить. «Ты ничего не знал об убийстве Эдит Дево?» «Конечно же нет». «Хорошо бы это припомнить», – сказал Мэйсон, «если тебя станут допрашивать». «А ты знал?» Мэйсон уставился на окно, за которым серел рассвет. Через несколько минут, когда стало очевидным, что он не собирается отвечать на вопрос, Дрейк продолжил. «Знаешь ли ты человека по имени Бепсон?» «Это мастер-краснодеревщик, делает разные работы по дереву, костыли тоже». На лице Мэйсона появился интерес. Недели две назад Эштон заглянул в мастерскую Бепсона. Там изготовили его костыль. Эштон хотел, чтобы его переделали. Он просил пропилить сверху отверстие, укрепить его металлической трубкой и обить замшей. И чтобы это усовершенствование было скрыто под резиновой прокладкой. «Это интересно», – заметил Мэйсон. Дня три назад, – продолжал Дрейк, – Бепсона спрашивали насчет этого костыля. Человек, назвавшийся Смитом, сказал, что он представляет страховую компанию, интересующуюся увечьем Эштона. Он желает знать, заказал ли Эштон новый костыль или хотел усовершенствовать старый. Бепсон начал было рассказывать, потом передумал и стал расспрашивать Смита, после чего тот ушел. «Есть описание Смита?» – спросил Мэйсон. «Рост 5 футов 11 дюймов, 45 лет, вес 180 фунтов, светлая фетровая шляпа, синий костюм, на лице шрам. Ездит в зеленом Поккарде». «Когда поступил этот рапорт?» – спросил Мэйсон. «Мне вручил его ночной дежурный, когда я проходил мимо агентства. Он некоторое время пролежал у меня на столе». «Хорошо работаете», – одобрил Мэйсон. «Как вышли на Бепсона?» «Ты просил полные сведения о Бэштоне? Вот я и сказал парням. Естественно, мы заинтересовались, где ему делали костыль». «Ну что ж», – сказал Мэйсон, «добавь в свой список еще одно имя. Джим Брэндон. Узнай о нем все, что можно. Не тратил ли он недавно больших денег?» «Уже сделано», – лаконично доложил Дрейк. «Теперь позволь мне спросить». «О чем?» «А о том, на чьей ты стороне. Ведь ты позвонил в полицию и пообещал, что этот парень явится к ним. Так я же должен был это сделать», – нетерпеливо сказал Мэйсон. «Или он виновен, или все подстроено. Если подстроено, самому ему не выкрутятся. Ему не удрать, его выследят. Он может попасть на виселицу». «Если он виновен, он сам сдастся и как мужчина признает свою вину. Я, возможно, добьюсь для него пожизненного заключения. Но ты же делаешь ставку на то, что он не виновен. Ставлю все, что у меня есть, на то, что он не виновен». «В том-то и дело, шеф», – Делла Стрит разразилась негодованием, «что ты слишком многое поставил на карту. Ты рискуешь своей профессиональной репутацией, чтобы поддержать эмоционально парня, которого вовсе не знаешь». Перри невесело усмехнулся. Это была свирепая усмешка борца, который вышел на ринг против сильного противника, заслуживающего наказания. «Конечно, я игрок», – сказал он. «Я хочу жить, пока живется. Мы многое слышали о людях, которые боятся умереть, и почти не знаем о тех, кто боится жить. Я верю в Уинфред и Дугласа Кина. У них сейчас тяжелый момент. Они нуждаются в поддержке, и я собираюсь их поддержать». «Слушай, Перри, еще не поздно отступить». В голосе Дрейка была полумольба. «Ты не знаешь этого парня. Факты против него. Он...» «Заткнись, Пол», – беззлобно сказал Мэйсон. «Я не хуже тебя знаю, как подтасовывают факты. Я ставлю на карту все». «Но почему ты рискуешь своей репутацией, ставя на невиновность парня, когда все доказывает его вину?» «Потому что я ставлю на карту все. Если я беру назад свои выводы, я беру назад и все остальное. Пытаюсь не ошибаться». «На карту ставят все ради большого выигрыша или ради большого проигрыша», – заметила Делла Стрит. Мэйсон ответил с нетерпеливым жестом. «Черт возьми, а что может человек потерять?» «Не жизнь, потому что он ею не владеет. Он только берет ее в аренду. Он может потерять лишь деньги. А какого дьявола стоят деньги по сравнению с личностью? Это и есть один из способов прожить жизнь и все из нее извлечь. Человек ее сохраняет или лишается, поставив на карту все». В приемной послышался шум, хлопнула дверь. Дрейк сделал знак Делли Стрит. Она встала и выскользнула из кабинета. Пол Дрейк закурил сигарету и сказал, «Перри, ты смесь мальчика и философа, непрактичного мечтателя, альтруистичного цинника, доверчивого скептика, и черт тебя возьми, как я завидую твоему восприятию жизни!» Делла Стрит открыла дверь и сообщила, понизив голос, «Здесь сержант Голкомб и целая куча репортеров!» «Неужели Голкомб привел репортеров?» «Нет, он хочет их опередить! Он, кажется, зол!» Мэйсон улыбнулся и пустил к потолку кольцо дыма. «Впусти, джентльменов!» Делла Стрит осмелилась на ответную улыбку, «Включая Голкомба?» «На этот раз да!» «Сержант Голкомб протиснулся в комнату, за ним вошли несколько человек и веерообразно расположились вдоль стены. Некоторые достали блокноты. У них был вид зрителей, наблюдающих призовую борьбу на открытой арене, которые не хотят пропустить ни одного удара, в чью бы пользу он ни был». «Где Дуглас Кин?» требовательно спросил сержант Голкомб. Пэрри Мэйсон вдохнул полные легкие дыма и выпустил его из ноздрей двойным потоком. «Не знаю, господин сержант», сказал он тоном взрослого человека, увещевающего капризного ребенка. «Что за дьявольщина? Вы должны знать!» Мэйсон сделал безуспешную попытку пустить дым кольцами. «Слишком спертый воздух», объяснил он Полудрейку так, чтобы все могли слышать. «Кольца не получаются, когда в комнате слишком много людей». Сержант Голкомб стукнул кулаком по столу Мэйсона. «Дьявол! Прошли те дни, когда вы, адвокаты, могли с законом шутки шутить. Вы же знаете, что теперь бывает с теми, кто укрывает людей, представляющих общественную угрозу». «А Дуглас Кин представляет общественную угрозу?» невинно спросил Мэйсон. «Он убийца!» «В самом деле?» «Кого же он убил?» «Двоих!» «Чарльза Эштона» и «Дит Дево». Пэрри Мэйсон прищелкнул языком. «Ему бы не следовало этого делать, сержант», — сказал он. Один из репортеров громко захихикал. Голкомб потемнел. «Ладно, продолжайте», — сказал он. «Делайте, что хотите, но я вас арестую за укрывательство преступника от закона». «Разве он скрывается от закона?» «Явно скрывается». «Он явится сегодня в пять». Мэйсон сделал затяжку. «Мы возьмем его до этого». «Где же он?» Брови Мэйсона поднялись. «Не знаю», — проревел сержант. «Знал бы, так уже взял бы его». Мэйсон вздохнул, повернулся к Полу Дрейку и сказал. «Он собирается схватить Кина до пяти, но утверждает, будто не знает, где Кин находится. Я предложил выдать Кина в пять, но он не верит, что я не знаю, где Кин. Тут нет логики. Вы бы не обещали, что этот человек будет в тюрьме к пяти, если бы не знали, где он сейчас. И вы собираетесь сорвать дело, скрывая его убежище», — настаивал Голкомп. Мэйсон молча курил. «Вы же адвокат. Вы знаете, каково наказание за соучастие. Знаете, что случается с людьми, которые помогают убийцам». «Но предположим», — терпеливо вставил Мэйсон. «Выяснится, что он вовсе не убийца, а, Голкомп?» «Не убийца?» Голкомп почти визжал. «Не убийца?» «Вы знаете, какие доказательства против этого парня?» Он поехал к Чарльзу Эштону. Он последний видел Чарльза Эштона в живых. У Эштона был кот, который обычно спал на его кровати. Дуглас Кин приехал за котом и забрал его. Свидетели видели, как он вошел в комнату и вышел оттуда с котом в руках. Но Эштон был убит до того, как кот исчез из комнаты. Кот вскочил в окно. На кровати остались следы его лап. Даже на лбу Эштона остались кошачьи следы. Это доказывает, что убийство было совершено до того, как Кин ушел с котом. Эштона убили после десяти и до одиннадцати. Кин появился в комнате Эштона незадолго до десяти, а ушел после одиннадцати. Мэйсон спокойно возразил. «Можно было бы поднять целое дело против Кина, если бы вы могли быть уверены, что именно кота Эштона он унес». «Конечно, это был кот Эштона. Говорю вам, свидетели видели. Экономка видела. Она плохо спала и как раз выглянула в окно, когда уходил Кин. Она видела, что он нес кота. Джим Брэндон, шофер, ставил машину в гараж. Он разворачивался, и передние фары осветили Дугласа Кина. Он клянется, что Кин нес кота». «То есть Клинкера?» «Да, Клинкера, если так зовут этого кота». «При данных обстоятельствах», сказал Мэйсон, «решающее значение на суде будет иметь идентификация кота этими свидетелями». «Кстати, сержант, а где сейчас этот кот?» «Не знаю», сказал сержант Голкомп и добавил многозначительно. «А вы знаете?» «Не думаю, сержант, медленно произнес Мэйсон. Не думаю, что уголовным кодексом предусмотрено наказание за укрывательство кота. Вы случайно не обвиняете кота в убийстве?» «Нечего острить», сказал сержант Голкомп. «Вы что, не знаете, для чего я здесь? Не знаете, зачем я пришел к вам?» Мэйсон поднял брови и покачал головой. «Я пришел к вам, чтобы сказать, что Дуглас Кино обвиняется в убийстве». Сержант снова стукнул по столу кулаком. «Я пришел сообщить вам, что мы готовим распоряжение об аресте Дугласа Кино. Я пришел вам сообщить, какие свидетельства есть против Дугласа Кино. Так что, если вы будете продолжать укрывательство Кино, мы обвиним вас в моральном несоответствии вашей профессии и лишим адвокатской практики. Вот зачем я здесь. Я вам выложил все, что свидетельствует против Кино. Теперь, если вы предстанете перед судом и будете апеллировать в комитет или квалификационную комиссию, вы не сможете отговориться, будто не знали, что Дуглас Кино преследуется за убийство и будто вам неизвестны были факты, свидетельствующие против него». «Хитро, сержант, сказал Мэйсон. «По правде сказать, очень хитро. Вы не даете мне возможности защищаться, не так ли?» «Точно так. Вы или должны выдать Дугласа Кино, или будете арестованы и дисквалифицированы». «Вы закончили?» спросил Мэйсон. «Выложили все свои доказательства?» «Нет, я и половины не изложил. Я так и понял, сержант, что вы намерены выложить мне все». «Да, черт возьми, это именно так». Голос сержанта, казалось, заполнил всю комнату. Эдит Дево хотела видеть Дугласа Кина. Она позвонила ему в несколько мест, передала просьбу приехать. Кин приехал к ней. Хозяин дома как раз выходил на улицу, когда Дуглас Кин нажимал на звонок Эдит Дево. Когда хозяин открыл дверь, Кин воспользовался этим, чтобы войти. Хозяин, естественно, остановил его и спросил, куда он идет. Кин ответил, что идет к мисс Дево, что она его об этом просила. Позже приехал окружной прокурор, чтобы допросить ее. Она лежала на полу без сознания. Ей нанесли смертельный удар дубинкой. Мы поехали на квартиру к Кину. Оказалось, что одежда, которая была на нем, вся в крови. Кровь была на рубашке, на воротнике, на ботинках, на брюках. Он пытался смыть кровь, но это ему не удалось. Он пытался сжечь кое-что из одежды, но и это не получилось. Обрывки лежали в зале и химическая реакция показала, что на них была человеческая кровь. А кот там был? спросил Мэйсон. Голкомп с усилием сдержался. Нет, кота не было. Как же можно идентифицировать кота? спросил Мэйсон. Ведь нет же способа снимать отпечатки у кота. Так, сержант? Шутите, шутите, мрачно сказал сержант. Умничайте сколько душе угодно. Вы на жизнь зарабатываете тем, что защищаете убийц. Через два месяца вас дисквалифицируют. Мостовые будете гранить. До сих пор заметил Мэйсон. Я убийц не защищал. Я защищал людей обвиненных в убийстве. Надо бы понимать, сержант, что некоторая разница есть. Но насчет кота я серьезно. Предположим, экономка и шофер поклянутся, что Кин нес клинкера. Предположим, я посажу перед свидетелями две дюжины персидских котов и попрошу указать клинкера. Думаете, они смогут это сделать? А если и укажут на клинкера? Думаете, есть какой-то способ убедить присяжных, что они правы? Ах, вот на чем вы играете, заметил Голкомп. Да нет же, сержант, изысканно улыбнулся Мэйсон. Я не играю. Просто я задал вам вопрос. Вот и все. Сержант Голкомп, опираясь на стол, так сжал его край, что кожа его рук побелела вокруг суставов. Мы знаем, Мэйсон, чего от вас можно ожидать, сказал он. Полиция не так тупа, как вы воображаете. Как только вы позвонили, что собираетесь защищать Дугласа Кина и сообщили, что он отдаст себя в руки к полиции к пяти часам, я отправил ребят искать этого кота. Я случайно знал, куда их послать. Да будет вам известно, клинкер в полицейском участке. Он был в квартире вашей эффектной секретарши мисс Делли Стрит, а в полиции кота опознали экономка и шофер, и ему на шею привязали табличку. И в любое время, когда вы захотите жонглировать котами перед присяжными, вы можете не затруднять себя отпечатками или другими фокусами, потому что клинкер с ярлычком на шее будет тут как тут. Сержант Голкомп повернулся на каблуках и вышел в приемную. С минуту лицо Перри Мэйсона было мрачным и напряженным. Затем он слабо улыбнулся репортерам. «Мы бы хотели вас спросить», сказал один из них, «согласны ли вы...» «Джентльмен», имедленно произнес Мэйсон, «Вы имеете прекрасную историю. Отправляйтесь и публикуйте все как есть». И он сжал губы с упрямством человека, который умеет молчать. Глава тринадцатая Перри Мэйсон поднял голову от телефона и сказал Дэли Стрит, «Сейчас ко мне придут Нат Шастер и его клиенты Сэм Лекстер и Фрэнк Коуфли. Представление будет отличное. Впусти их, потом сядь у себя, включи селектор и запиши все, что сможешь». «А к телефону подходить?» спросила она. «Отвечать тем, кто будет вас спрашивать?» «Безусловно. Может позвонить Дуглас Кинн?» «А если он не позвонит, шеф? Вдруг он виновен? Может сержант Голком сделать то, чем он грозил?» «Вот в этом, сказал Мэйсон, я их и надую. Не волнуйся так, встречай Шастера. Возможно он вытащит из рукава карты пришьет мне клевету». «Как?» «Я же рассказала кружному прокурору то, что мне говорила Эдит Дево насчет выхлопной трубы. Но ты лишь передал то, что она сказала». «Теперь я не смогу доказать, что она мне это говорила. Она мертва, а свидетелей не было. Иди пригласи Шастера и не забудь прослушать все и записать, чтобы потом давать свидетельские показания». Она кивнула, выскользнула из комнаты и через минуту ввела Шастера, Лекстера и Оуфли. Шастер закусил губу сильно выдающимися вперед зубами, изображая на физиономию упрек. «Господин адвокат, это вы информировали прокурора о том, что мой клиент Сэмюэль Лекстер виновен в убийстве своего деда Питера Лекстера?» «Хотите, чтобы я ответил «да» или «нет»?» спросил Мэйсон. «Нет». «Вы не говорили, что Эдит Дево обвинила его?» «Нет». «А мистер Бергер говорит, что вы ему это сказали». Мэйсон промолчал. «Бергер сказал Сэму, продолжал Шастер, будто Эдит Дево говорила вам, что машина Сэма была соединена шлангом с трубой, проведенной в спальню Питера Лекстера». Лицо Мэйсона оставалось неподвижным, как гранит. Он произнес «Возможно, он так сказал, потому что она так говорила, и я об этом сообщил». Шастер помигал, осмысливая ответ, потом с торжеством заявил «Вы сказали Бергеру, что она сделала такое обвинение». Это не было обвинением, просто она сообщила, что видела, как Сэм сидел в машине с работающим мотором, а шланг шел к трубе отопления. Она мне это рассказала, а я сообщил Бергеру. Это ложь. Что именно ложь? Мэйсон угрожающе встал. Шастер нервно отпрянул, вытягивая перед собой руку. Я хотел сказать клевета, очернение репутации. Вам не приходило в голову, что эти сведения не подлежат разглашению? спросил Мэйсон. Только если они не были использованы во зло. Шастер погрозил Мэйсону, но укрылся за большим кожаным стулом. А вы использовали во зло, пытались защитить своего клиента, Дугласа Кина. Ну и что, спросил Мэйсон. Мы требуем, чтобы вы отказались от своих слов. Кто этого хочет? Сэм Лекстер и я. Я сказал Бергеру только правду, так как она была сказана мне. Я не ручался за факты. Я ручался только за то, что мне было сделано это сообщение. Мы требуем извинения. Идите вы к черту. Вперед выступил Сэм Лекстер. Лицо его было бледно. Мистер Мэйсон, сказал он, я вас не знаю, но ясно, что подгнило что-то в королевстве датском. Я слышал версию, по которой смерть деда связывают со мной. Это ложь, будь она проклята. Я слышал, вы приводили полицию для тайного осмотра моей машины и взламывали замок гаража. Кто-то без моего ведома вставлял в мою машину длинный шланг. Не знаю, как защитит меня закон, это зависит от мистера Шастера, но я определенно потребую действия. Мэйсон зевнул. Шастер положил руку на плечо Лекстеру. Давайте я буду говорить, сказал он. Я буду говорить, не волнуйтесь. Спокойно, спокойно, я сам с ним управлюсь. Мэйсон снова сел на вертящийся стул, откинулся назад и взял сигарету из пачки на столе. Еще что-нибудь спросил он, пощелкивая ногтем по кончику сигареты. Мистер Мэйсон сказал Фрэнк Оуфли, поймите мою ситуацию, мои отношения с Эдит Дево больше не тайна. Перед смертью она оказала мне честь выйти за меня замуж. Лицо его передернулось гримасой волнения, потом он продолжал. Она мне рассказала о том, что видела, но я не придал этому особого значения, пока окружной прокурор не объяснил мне, как легко было кому-то напустить угарного газа к деду в спальню. Это, конечно, было для меня большим ударом. Я хорошо знаю своего кузена, я не могу поверить, что он способен на такое. Потом я вспомнил, что Эдит вовсе не говорила, что она определенно узнала Сэма. Человек, сидевший в машине, прятал лицо под широкими полами шляпы Сэма. Вот что заставило Эдит подумать, что в машине сидел Сэм. Значит, если вы заявили полиции, будто Эдит говорила, что в машине был Сэм, вы сделали заявление, которое расходится с тем, что она утверждала. Значит, такова ваша версия, спросил Мэйсон, глядя в лицо Фрэнку Оуфли. Такова моя версия. Фрэнк Оуфли покраснел. Подумайте, мистер Мэйсон, в каком бы положении, сказал Шастер. Вы выдвигаете обвинение против моего клиента. Доказательства вас нет. Вы не можете доказать, что именно сказала Эдит Дево. Это только слухи. Предсмертные заявления принимаются во внимание, если делающий их человек знает, что умирает. Но это не было предсмертным заявлением. Когда она вам это говорила, она считала, что доживет до 100 лет. Мой клиент может вас засудить. Он может вас опозорить, утопить, но он не станет этого делать, если вы возьмете свое заявление назад. Шастер, имейте в виду, пояснил Оуфли, чтобы вы подчеркнули, что Эдит не знала, кто был в машине. Более того, нахмурился сам Лекстер, я хочу, чтобы вы взяли заявление назад и извинились. Вовсе не я сидел в машине, и вы это знаете. Перри Мэйсон протянул руку к длинному ряду книг, стоящих на краю стола, взял одну из них, раскрыл и сказал, если уж речь зашла о законе, джентльмены, я вам его прочту. Пункт 258 Уголовного Кодекса гласит, тот, кто обвиняется в убийстве родственников, не может наследовать после них никакой доли имущества. Та доля наследства, которую он получил бы, переходит к другому лицу, согласно этой статье. Так что, Фрэнк Коуфли, подумайте. Шастер с горячностью воскликнул, обрызгивая всех слюной. Что за трюки? Ну и план. Он хочет вас настроить друг против друга. Не раскрывайте свои уши его словам, не раскрывайте сердца свои его мыслям, не раскрывайте. Мэйсон перебил его, обращаясь прямо к Фрэнку Оуфли. Вы хотели бы защитить своего кузена, но вы знаете не хуже меня, что Эдит Девоне так легко сделала бы ложные выводы. Возможно, она не видела лица того человека, но она видела его шляпу, слышала его голос и решила, что это был Сэм Лекстер. Она слышала его голос, медленно повторил Оуфли и нахмурил лоб. Конец четвертой части. Продолжение следует.